Стабилизация цен на социально значимый продовольственный товар является актуальным вопросом, особенно в условиях режима чрезвычайного положения и карантина. Соблюдаются ли предельно розничные цены, какая работа проводится в этом направлении ответственными органами. Сегодня наша съемочная группа совместно с представителями проектного офиса Жамбаладалдгалана проехалась по некоторым магазинам областного центра. Хлеб пшеничный из муки первого сорта 138 тенге за килограмм, мука первого сорта 149 тенге. Макаронные изделия именно рожки должны стоить не более 206 тенге. Рис шлифованный по 258 тенге, гречка по 260, соль 52, яйца куриные первой категории 171 тенге за десяток. Масло подсолнечное по 418 тенге за литр и мясо говядины по 1774 тенге. Это предельные розничные цены на социально значимые товары. Однако бывает такое, что завышение все-таки есть. У меня как контролера об этом, я вот сейчас только узнаю, что у риса должна быть такая цена. Я этого, например, не знала. Поэтому я, когда мое руководство будет на месте, я им сообщу о том, что у нас немножко на лист цена за рожь. Поэтому мы обязательно все исправим и в дальнейшем постараемся держать. Ряд магазинов заключили договора социально-продовольственной корпорацией, которая должна поставлять из ТАП фонда эти товары. Однако, по словам представителя магазина, заявку они дали еще в субботу, но товара так и нет. Такие моменты, потому что СПК многими магазинами работает. Этот вопрос мы прямо сейчас берем на контракт и будем отрабатывать. Кроме этого, у магазина еще в двух не было куриных яиц. Оно и понятно, цена хорошая, и люди быстро их раскупают. Ну, как у нас заканчивается, мы заявки подаем. В основном на два дня хватает их поставка. Две-три коробки. Просто больше мы брать не можем, у нас нет места для хранения. Цена на рис определенной марки, которую поставляет СПК ТАРАС, не должна составлять более 258 тенге. Однако, в этом магазине его продают по 290. И это несмотря на то, что недавно тут были с проверкой ответственные лица и сделали предупреждение. Нет, не говорили. Я только что слышу об этом. Нет, я лично вашему брату передавал. Стоит отметить, что созданной рабочей группой с 22 апреля было оштрафовано три супермаркета на общую сумму 883 тысячи тенге. На сегодня отработали около 70 магазинов насчет цен. Цены на сегодня проблемными являются гречка, рис, масло. Эти цены благодаря хозяевам магазина отрегулированы. Работа по недопущению необоснованного роста цены на социально значимые продукты и питание будет продолжена. Ильдар Агизатолин, Гламжан Асинбаев, Жамбл Ньюс.